Друзья, всем привет! Хорошие, наконец-то, новости из Вашингтона. Сейчас расскажу, к чему дело идет по пакету помощи Украине. Отличные новости из Страсбурга. Я записываю вам это в Парламентской Ассамблее Совета Европы, как непосредственно не просто участник событий, а, собственно, их инициатор. И сейчас расскажу, какие решения приняты здесь. В общем, друзья, меняется. Знаете, вот был тренд на то, что у нас сложно все на дипломатическом фронте. Оно не стало легко, но сейчас мы пошли на восходящую траекторию однозначно. И это очень важно. И почему, и что это означает. И как уже там сидит Ной Цоловьев, сейчас обо всем подробно. Не забудьте подписаться на канал, с вас лайк, шер, комментарий, подписка. Жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и не забывайте про наш сбор на Мавике для подразделений украинских ЗСУ. Это очень важно сегодня. Пока американская помощь не пришла, нужна, друзья, наша помощь. И каждая гривна имеет значение. Итак, начинаем. Ну давайте начнем с Соединенных Штатов Америки. Это важно. Вчера, наконец-то, был представлен пакет законопроект пока о помощи Украине. И авторство де-факто спикера Джонсона. И в субботу ориентировочно он будет голосоваться в Нижней Палате Палата представителей. После этого Сенат, после этого отпись президента. Такой порядок действий. Итак, что же предусматривает этот пакет? Ну напомню, с октября месяца, Байден еще в октябре месяце подал пакет помощи. Долго там поменялся даже спикер за это время. Кевин Маккарти был отставлен. Появился Джонсон, Майк Джонсон. Все это длится долго. Сенат еще в декабре проголосовал пакет помощи зарубежной, где Украине почти 61 миллиард долларов. Из декабря это все лежало. Ну и вот, наконец-то, кстати, кто следит за моим каналом, знает, что я тогда объяснял. И говорил, что до конца марта у нас шансов на принятие этого закона нет. Ну и как мы видим, а вот конец марта-апрель это наше окно возможностей. Как вы видите, я тогда не ошибался, именно поэтому вы со мной на этом канале, для того, чтобы все знать. И вот действительно это окно возможностей перед нами начало открываться. Итак, что же предусматривает пакет Джонсона? Фактически это тот же самый сенатский законопроект, почти 61 миллиард долларов. Ключевое отличие, ну сейчас несколько моментов, там есть и хорошее отличие и плохие. Но плохое отличие это то, что прямая финансовая поддержка украинского бюджета, там почти 8 миллиардов долларов. В сенатском пакете это был грант, то есть безвозмездно, подарок в решении Конгресса, в законопроекте, еще не решение, простите, палаты представителей, которая сейчас вынесена. Это уже кредит. Ну неприятно, но на самом деле не сильно, потому что, во-первых, тут же написано, что этот кредит можно будет простить по решению президента США, согласованного с Конгрессом. А также, ну давайте будем честными, это США нам давали финансовую помощь безвозмездно, а Европа нам и так давала кредиты, например. Поэтому то, что США перейдут тоже к кредитам, это было понятно. Тут еще есть история, это стало таким, знаете, компромиссом с Дональдом Трампом. Дональд Трамп сказал, что хватит, мол, дарить деньги миру, давайте в кредит. Ну я думаю, что здесь тоже, знаете, это отдельный привет нашим европейским друзьям, которые вот это все давали в кредит, и они думали, что это как бы никто не видит. Ну и создали такой прецедент. Ну в общем, здесь все понятно, требует отдельного разговора, рассмотрения, но в целом ничего критичного в этом нет. Наоборот, из плюсов по сравнению с сенатским законопроектом, Палата представителей в своем законопроекте сейчас пишет о том, что поручить Байдену предоставить Украине атакамсы. А это очень, друзья, важно, дальнобойные ракеты нам ой как нужны. Вы сейчас услышите, как по этому поводу, но и Цоловьев, и он уже даже понял, как ему кажется, где куда эти атакамсы прилетят. Ну там есть, правда, здесь надо тоже уточнить, что там же написано, что президент может принять иное решение, то есть не предоставлять, но тогда он должен будет дать соответствующие пояснения Конгрессу. Ну это такое серьезное давление на Байдена, все-таки атакамсы дать, но не гарантия. Так что, ну это в любом случае для Украины плюс, никаких здесь как бы минусов нет. В остальном это тот же самый пакет, еще раз, 61 миллиард долларов, почти из них 50 миллиардов долларов, собственно, военной помощи. Далеко не вся она напрямую Украине, напрямую Украине чуть больше 13 миллиардов долларов на оружие. Плюс еще порядка такой же суммы на восстановление запасов Пентагона, но и также и ремонт той техники, которая предоставлена была Украине. То есть это в принципе косвенная часть тоже может пойти нам. Еще больше 11 миллиардов на операции Соединенных Штатов Америки на Восточной Европе. Тут уже отдельно, посмотрите, пост российских пропагандистов, как они воют, что это, мол, работа и аваксов, и разведка, и много чего еще. То есть фактически это тоже помощь в войне в Украине, не 100%, но в значительной степени. И это правда, друзья. Ну вот, собственно говоря, еще плюс 1,6 миллиардов долларов военной помощи. Грубо говоря, 15 миллиардов долларов непосредственно на оружие для Украины и еще десятки миллиардов долларов на около этого цели, которые укрепляют американское военное присутствие в Европе. Это тоже косвенно будет нам помогать. Вот, собственно, такой пакет. Давайте о его шансах и когда он будет голосоваться. Голосование ориентировочно в субботу. Для этого Джонсон специально оставляет палату представителей, которая должна была в пятницу разъехаться, на субботу, чтобы они проголосовали. Ну, серьезно настроены, наконец-то. Ну, посмотрим, как и чем это закончится, но шансы хорошие. Голосоваться будет все отдельно. Украина отдельно, Израиль отдельно, Тайвань отдельно. И еще один законопроект, значит, мир через силу. Так они его очень красиво назвали. И, значит, теперь вот этот мир через силу, там еще и усиление санкций и возможности конфискации российских активов. Друзья, сейчас об активах об этом тоже расскажу. В общем, на самом деле хорошие новости. Плюс такое отдельное голосование позволит. Например, часть демократов не хотят голосовать за помощь Израилю. Но почти все демократы голосуют за помощь Украине. Часть республиканцев не хотят Украине. Ну, в общем, это позволит разделить. Украина точно наберет необходимые голоса. В этом у меня сомнений нет. За нас проголосуют практически все демократы. Я думаю, не меньше половины, а, скорее всего, больше половины республиканцев. То есть это с огромным перевесом мы должны пройти. Конечно, тут еще могут быть всякие процедурные подводные камни. Вот эти мэр Джерри Тейлор Грин, которая, по-моему, просто прямо работает на Путина, уже грозит отставкой спикеру Джонсону, которого они же, собственно говоря, и продвигали. Теперь уже грозят ему отставкой. Ну, потому что Джонсон наконец-то стал говорить, знаете, не как, не знаю, какой-то бесплатный помощник Путина, а заговорил так, как должен говорить американский государственный деятель, лидер, настоящий политик. Послушайте, как правильно он расставляет акценты вот сейчас в комментариях. Вот за это они, значит, его уже, несколько этих людей, которые, по-моему, и, может быть, неосознанно, но работают, безусловно, на Путина, так вот, они уже грозят ему отставкой. В общем, какие-то процедурные подводные камни есть, но я надеюсь, что все будет хорошо. Хорошо. Дальше голосует Палата представителей в эту субботу, скорее всего, да. После этого Сенат должен будет это утвердить, потому что он все равно чуть отличается от Сенатского. Сенат должен теперь буква в букву это утвердить, но он точно это утвердит. В Сенате большинство у демократов, плюс, опять же, часть республиканцев за нас абсолютно, может быть, даже большая часть. Так что там тоже проблем не будет, а это, скорее всего, произойдет все до конца апреля. И дальше подпись Байдена. Ну, вот такая история. Хорошее важное решение, мы еще его с вами проанализируем обязательно. Теперь хочу вам подвести итоги того, все-таки, про Парламентскую Ассамблею Совета Европы, в которой я сейчас нахожусь. На моем телеграм-канале я информировал о всех новостях, но давайте сейчас вкратце о главном. Итак, вчера и позавчера ПАСЭ приняло две важные резолюции. Про восстановление Украины. И там очень важный пункт – это конфискация российских активов. Также прошли мои правки о конфискации не только российских государственных активов, но и российских олигархов. Во-первых, это миллиарды долларов, во-вторых, это справедливость. В общем, эти решения приняты. Сразу давайте скажу, напомню, что решения ПАСЭ имеют рекомендационный характер. Это не Конгресс США, где это решили для США и все. Это рекомендация. Но эти рекомендации показывают мейнстрим, конечно, подталкивают к принятию правильных решений. Поэтому эта рекомендация важная. И она принята. Вторая очень важная резолюция была принята вчера. И в ней целый ряд пунктов, от которых там просто на болотах уже сходят с ума. Значит, это первое. Путин нелегитимен. И по моей поправке выборы даже там назвали так называемые выборы. И призыв ко всем странам, членам Совета Европы, Евросоюза и странам-наблюдателям, а это, например, США и многие другие страны, прервать все контакты с путинским режимом. Отлично. Второе. Российская православная... Русская православная церковь — это инструмент Путина. А ее иерархи во главе с генералом ФСБ Гундяевым, он же патриарх Кирилл, — соучастники путинских преступлений. Отличный ответ на все эти закидоны, на Такера Карлсона и прочее, что якобы Украина преследует христиан, полный абсурд. И вот есть решение ПАСЭ, которое это фиксирует. Очень важно и нам очень пригодится. Я автор этих поправок, друзья. Поверьте мне, это очень важно. Третье. Российская нефтегазовая отрасль — легитимная цель для ЗСУ. Вы понимаете, о чем идет речь. Это важно. Ответ всем тем, кто пытается нам что-то забрасывать, мол, это гражданская инфраструктура. Какое? Вот вам ответ. Друзья, ну, как вы видите, это очень важные вещи. И мостик нашей первой части — обращение к Конгрессу США с призывом проголосовать как можно скорее помощь Украине. Ну, как вы видите, что уже это слышат тоже. Понятно, что там внутренние вопросы, но все-таки это позиция 46 стран. И теперь очень важно. За все эти решения, которые я вам перечислил, все приняты единогласно. Ни одного голоса против, ни одного голоса воздержавшегося. Честно говоря, это беспрецедентно. Я представляю Украину в ПАСЭ уже 10 лет, скоро будет. И могу сказать, никогда, никогда такого я не видел. Ноль голоса против, ноль воздержавшихся. Не забывайте, что в состав Совета Европы входит Армения, формальный военный союзник пока еще России, Сербия, тоже мы понимаем, Венгрия, Турция и так далее. То есть это не просто страны Евросоюза, а это намного шире. И вы еще раз, ноль голоса против, ноль воздержавшихся. Да, некоторые страны просто уклонились от голосования, но никто, никто не пошел против. И это показывает тот мейнстрим и понимание в Европе все опасности, которые представляет Путин. Поэтому, друзья, если сложить вот эти, вот этот такой, знаете, сейчас может быть длинный, но очень важный анализ внешнеполитический, вы сейчас много слышите, от Украины устали, все, Путин переждет, передавит Запад. Друзья, это не так. Да, много проблем и много вопросов, и работать надо, и многое Украина упустила, но при этом есть четкое поднимание вне важности Украины, есть поддержка Украины, такая мейнстримовская в Европе. Это тоже создает давление на США и наоборот. Кстати, в законопроекте, представленном сейчас, в котором мы с вами говорили, в Конгрессе США, также обращение к союзникам. Тоже помогайте Украине, а не просто на нас соположите. Это тоже очень правильно. Пусть и Франция, и Германия, и другие страны, они понимают, что не просто пусть Америка вытягивает войну России против Украины, а тоже участвуем, работаем и вкладываемся. Это хорошо, что взаимно, знаете, в Совет, в Парламентской Ассамблее Совета Европы обращается к Конгрессу, а те в ответ говорят, хорошо, но вы там тоже не зевайте. И это правильно, то есть это создает, цементирует и укрепляет эту поддержку. Так что это хорошо. Ну а результатом этого, друзья, давайте в конце, как итог всего этого, покажу вам грустного, грустный соловьиный помет, который уже не так радуется, как в последних эфирах, да вот, Украине не дали, не дали, ай-яй-яй. А теперь с таким все дадут. И вот он уже даже знает, куда прилетят атаканцы. Спойлер. Говорит, что в Крымский мост день инаугурации Путина. Это не я сказал, это сказал соловьиный помет, посмотрим. В общем, посмотрите на грустный соловьиный помет. Что сейчас происходит, в частности, в Штатах, которые, конечно, дадут деньги Украине. Уже дали дальнобойное оружие. Уже ясно, что к инаугурации украинцы готовят удар по Крымскому мосту. Ясно, что все идет именно к этому. То есть все ради этого. Но мы так и будем продолжать? Несмотря ни на что, позволяя им играться с нашей гуманностью, мы так и будем смотреть, как пойдут и в 16. Да. И мы каждый раз будем делать маленькие шажочки, чтобы, не дай бог, не оказаться похожими на них. Друзья, им грустно, потому что им действительно есть от чего грустить. У нас все тоже непросто. Но они, это мировые изгои. И мы должны это укреплять каждым пунктом, каждым шажочком. Как вы видите, я на это активно поработал эту неделю в парламентской ассамблее Совета Европы. У нас есть серьезные результаты. Ну а теперь будем очень надеяться, что и Вашингтон не подведет. Следим за развитием событий, друзья. И держим строй. Не забудьте про наш сбор. Это важно. Субтитры создавал DimaTorzok